Зимний сезон в Сочи откроется 20 декабря. Подготовку к нему обсудили на заседании общественного совета. Хочешь красивый номер, поищи на госуслугах. В России согласовали порядок продажи таких регистрационных знаков. В Сочи выберут супермаму. Сейчас участницы готовят сюрпризы и для зрителей, и для своих родных. Самый вкусный, сочный и с оригинальным маринадом. В Сочи выбрали лучший шашлык. Независимая энергогенерация – единый ресурсный центр. Как улучшить инвестиционный климат в регионе, обсуждали на заседании профильной комиссии. Совещание провел губернатор края. Приглашены были также и бизнесмены, которые столкнулись с реальными проблемами, решить которые удалось прямо на месте. Построили теплицы, а газ подвезти не могут. Решили запустить завод по производству семян, но подключение электроэнергии затягивает. Истории разные, но итог один. Промышленные предприятия вместо того, чтобы работать, простаивают в попытках преодолеть инфраструктурные барьеры. Присоединение к коммуникациям – одна из самых наболевших проблем для развития бизнеса в регионе. Тему лично на контроле держит губернатор. Вениамин Кондратьев сегодня провел заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата. Чтобы не зависеть от аппетитов и естественных монополий, глава региона предложил создавать независимые энергоцентры. Такие примеры уже есть в крае. При этом инвесторам помогут в их строительстве. Надо, еще раз подчеркиваю, сформировать список проектов инвестиционных, которые максимально значимы для региона. И проговаривать в целом с собственником, если это не государственный промпарк, в том, что мы будем делать там свою энергогенерацию. В каких пропорциях, в каких долях мы будем проговаривать. И тогда в этом списке сколько у нас таких площадок, сколько у нас таких промзон, либо индустриальных зон, которые значимы для региона, для края, для муниципальных образований. И там таким способом мы будем расшивать проблему энергодефицита. Тогда я вам поручаю, Васильевич, формируйте список инвестиционных проектов, которые именно высокомаржинальные, либо даже среднемаржинальные для края, для бюджета, для экономики региона, где мы будем действовать посредством создания собственной энергогенерации. Вот на этих площадках. Но это, конечно, не отменяет того, что энергосетевые компании должны предоставлять адекватные условия для подключения. Нередки случаи, когда только после вмешательства региональных властей стоимость услуги снижалась в несколько раз. Однако постоянно работать в таком режиме нереально. В крае тысячи инвесторов. Работа точечно, в ручном режиме, она действительно результативна, но не позволит это нам в столь короткие сроки достичь планов и показателей экономического роста. В ручном режиме нам уже удалось подключить всем вместе 50 инвесторов к сетям инженерной инфраструктуры. Но вопрос требует системного решения. Свою историю губернатору рассказал Денис Кузенков. Он занимается проектом бальнеологического курорта в Мостовском районе. Инвестиции превышают 3 миллиарда рублей. Но даже в этом случае возникли сложности. Как театр начинается с вешалки, так и любой объект туристический начинается с дорожной инфраструктуры. Было предложено поучаствовать в программе развития транспортной инфраструктуры самого района, конкретно станицы Ярославской. И вложить определенные средства в проектирование подъездных дорог. Что мы, собственно, и сделали. Но ввиду того, что сроки рассмотрения заявок были как-то пересены, вот если сроки переносятся, мы, к сожалению, в следующем году не сможем реализовать вопрос по строительству этой дороги. Бальнеология для нас это новый этап развития санатуро-курортной отрасли. Новый этап. И сегодня этот новый этап, его реализация в наших руках, полностью в наших. 3,5 миллиарда инвесторов вкладывают в бальнеокомплекс. 3,5 миллиарда. 900 мест рабочих новых появится. Налоги. В целом активность региона круглогодичная. Круглогодичная. Это то, о чем мы только мечтали. А сегодня это реальность. Мы на самом деле этому инвестору дорогу простерите ковровую. Результат будет, дорога будет. Проблем нет. Когда? В каком году? В следующий год, как мы говорили. Удачное решение вопроса для одного инвестора – хороший знак и для всех остальных. Бизнес-сообщество очень чутко реагирует на каждый шаг со стороны властей и надзорных ведомств. Поэтому неудивительно, что участие в заседании комиссии по улучшению инвест-климата приняли представители прокуратуры, полиции, законодательного собрания «Край» и «Роспотребнадзора». Мы все, еще раз подчеркиваю, отвечаем за весь климат. Потому что быть полное, максимальное взаимодействие и контроль текущего статуса любого инвестиционного проекта. От маленького до самого большого. От малого бизнеса до крупного бизнеса. Любого инвестиционного проекта. Все это вместе в совокупности даст максимальный комфортный и привлекательный климат для всех инвесторов. Как наших внутренних, так, конечно, тех, кто к нам приедет из-за пределов края, а может быть из-за пределов, естественно, странный. Вот, что мы должны вместе сегодня все делать. Для помощи бизнесу на совещании предложили создать единый ресурсный центр, который будет собирать всю необходимую информацию для подготовки максимально проработанных инвестиционных площадок. В том числе, проверять технические условия, предъявляемые энергосетевыми компаниями для подключения предприятий. Все для бизнеса на земле. В Краснодаре открылась одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок в России. На юг Агро представили последние технические новинки. Комбайны, тракторы, сейлки – это лишь небольшая часть экспозиции. В экспоград со своими разработками приехали больше 700 компаний, в том числе из Китая, Италии и Германии. Участника выставки поприветствовал губернатор Краснодарского края. На торжественном открытии Вениамин Кондратьев отметил, что подобные события не только помогают продавцам и покупателям находить друг друга. Благодаря таким мероприятиям развивается и экономика самого региона, что позволяет добиваться новых успехов в сельском хозяйстве. Этот год для Кубани был рекордным. Мы собрали более 11 миллионов тонн пшеницы. А если в целом, с учетом общего количества пшеницы, зернобобовых, риса, получается 14,5 миллионов тонн. Безусловно, это абсолютный исторический рекорд на данный момент времени. Кроме того, мы лидируем России по сбору овощей, фруктов, винограда. Естественно, это все современный агропромышленный комплекс нашего края. Мы сегодня можем с гордостью говорить, что агропромышленный комплекс Кубани стал высокотехнологичным. Но он стал таким потому, что мы максимально активно внедряем современные технологии. Мы пользуемся качественными, отчетственными семенами. И, безусловно, на наших полях работает современная сельхозяйственная техника. В этом году площадь выставки составила больше 65 тысяч квадратных метров. Посмотреть на лучшие образцы сельхозтехники можно будет до 22 ноября в Экспограде. В Сочи прибыл первый авиарейс из Саратова. Авиакомпания ИрАэро приступила к выполнению регулярных полетов в Саратов. Рейсы дважды в неделю по вторникам и субботам. На самолете сухой Суперджет-100. Его вместимость 103 пассажира. Вылет из Саратова в час 40 по местному времени. Прибытие в Сочи в 2.40. Вылет в обратном направлении в 3.40 ночи. Прилет в Саратов в 6.30 по местному времени. Время в полете 2 часа. Зимний сезон в Сочи открывается 20 декабря. Подготовку к нему обсудили на заседании общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса города Сочи. С мэром города руководители отелей из Дравниц обсудили и продвижение туристского потенциала Сочи на внутреннем и международном рынках в следующем году. План мероприятий по проведению зимнего горнолыжного сезона 2019-2020 разработан и утвержден. Создана и рабочая группа, которая будет мониторить подготовку. Бронирование же номеров в отелях на новогодние каникулы еще продолжается. В ноябре наблюдается пик продаж. Мы предполагаем, что в нынешнем зимнем сезоне планируемый турпоток останется на уровне прошлого года и составит более 1 миллиона человек. Итоги летнего сезона, а это 4 миллиона гостей и загрузка с начала года 5,8 миллионов человек, подтверждают востребованность Сочи на туристическом рынке и правильные маркетинговые решения каждого из вас. Бюджет края на 64% формируется за счет именно сочинских отелей и санаториев. Это показатель эффективности вашей работы и, конечно, конкурентного преимущества на туристическом рынке. В новом году администрация города продолжит работу по развитию Сочи как курорта мирового уровня и его позиционированию на внутреннем и международном рынках. Наш курорт уже связан авиасообщением с девятью странами. Самолеты из сочинского аэропорта летают в Турцию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Израиль, Беларусь. Новые направления – Латвия и Дубай. По прогнозам специалистов, в Сочи ожидается увеличение турпотока иностранных туристов. Ко всему прочему, с 2021 года в стране будет введен режим электронной визы. То есть это максимально упростит возможность доступа иностранных гостей в наш город. И поэтому город откроется для иностранцев. Ростуризмом принято решение о том, что в следующем году необходимо позиционировать наши турпродукты российские на международных выставках. Вот четыре выставки, которые мы предлагаем для наших руководителей предприятий, также в них принять участие. В Мадриде, в Лондоне, в Китае, в Дубае. То есть разные выставки, крупные, международные. То есть мы хотим уже выйти на международный уровень с городом Сочи, как с брендом. Пока же руководителям санаторно-курортных комплексов посоветовали заняться новогодним оформлением своих объектов и создать для гостей праздничное настроение. Открытие зимнего курортного сезона намечено на 20 декабря. Стало известно, что дети чаще всего просят у Деда Мороза. Об этом рассказали в пресс-службе главного новогоднего волшебника. К 1 ноября этого года Деду Морозу прислали 3 миллиона 600 тысяч писем от детей и взрослых. Чаще всего дети просят здоровья и счастья для своих близких, а также смартфоны, куклы и машины. А 9-летняя девочка Лиза из Владимирской области попросила вернуть воду в реки России. Взамен она пообещала беречь окружающую среду. В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что делят все письма на творческие и добрые. В первых дети прикладывают поделки и рисунки. Во-вторых, рассказывают о себе, своей семье и добрых делах. В канцелярии Деда Мороза также уточнили, как правильно писать письма с пожеланиями. Не стоит начинать послание со слов «Я хочу» или «Подари мне». Сначала нужно указать, кому направлено письмо, а затем поздороваться. Далее следует немного написать о себе и своих желаниях. В конце письма нужно попрощаться и указать дату. Также можно приложить стихотворение или нарисовать открытку. Против наркобизнеса с валиком и кистью в Сочи волонтеры закрасили подозрительные надписи на заборах и дверях подъездов. Это цветной бульвар, тихий спальный район. Но на дверях домов красуются понятные только посвященным надписи. На вандалов, расписывающих двери, пожаловались местные жители. Они позвонили на горячую линию, которая работает в рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В ответ на место прибыли волонтеры и сотрудники управляющей компании. Как только общественность обращает как можно большее количество внимания на данную проблему, соответственно, эти теневые структуры, наркокурьеры, они немножко затихают, потому что боятся быть пойманными. У нас город-курорт, и поэтому люди, которые сюда прибывают, они хотят видеть чистый, ухоженный, красивый город. Свежей краской теперь помечены и заборы в микрорайоне. На них сотрудники домоуправления тоже заметили подозрительные надписи. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 20 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем плюс 15, плюс 17. Температура морской воды 16 градусов выше нуля. А в Красной Поляне переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем 11-13 градусов выше нуля. Сочинская таможня задержала коллекцию старых денег. Почти 6 тысяч наименований банкнот и ценных бумаг были сложены в пластмассовых контейнерах. Машину с ними остановили на въезде в Сочи из Абхазии. В ходе таможенного осмотра внедорожника водитель заметно нервничал, что вызвало подозрения. В контейнерах были найдены банкноты, чеки, купоны, талоны, сертификаты и облигации различного номинала. Размера и цвета всего найдено около 6 тысяч наименований денежных знаков, как российских, так и зарубежных. Некоторые выпущены более 50 лет назад. Водитель гражданин России объяснил, что это его личная коллекция, а документы на нее представить не смог. Вся партия изъята и направлена на экспертизу, которая установит, являются ли бумаги культурной ценностью и какова их стоимость. Провоз через границу предметов, признанных культурными ценностями, возможен исключительно по разрешению Министерства культуры России. В России согласовали порядок продажи красивых номеров. Минэкономики и МВД определили концепцию их продажи через портал госуслуг. Автовладельцы смогут там самостоятельно выбирать сгенерированные системой номерные знаки с определенным сочетанием цифр и букв. Пошлина за такой сервис, конечно, будет выше стандартной. Ее размер определят в Минэкономике. За эту сумму нужно будет выкупить госномер в течение суток. Исключение составит лишь передача красивых номеров по наследству вместе с автомобилем. Водители смогут покупать либо случайно сгенерированные номера, либо ввести желаемое сочетание самостоятельно. В регионах смогут устанавливать повышенный или пониженный коэффициент, либо выставлять регистрационные знаки на аукционную площадку. Правила аукционов будут утверждены позже. Эти нововведения позволят привлечь дополнительные средства в бюджет, сообщает коммерсант. А в Сочи выберут «Супермаму». Такой конкурс традиционно в канун Дня матери проводит спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе». Борьба за корону и звание «Супермамы» состоится 22 ноября в Доме культуры Центрального района. А пока участницы готовятся поразить и соперницы своих близких. Репетиции проходят уже второй месяц. Четыре раза в неделю. Продолжит Татьяна Коваркова. С каждым годом меняется состав участниц конкурса. Их количество. Обновляются программы, но цель конкурса остается неизменной. Это возможность беременным женщинам почувствовать себя красивыми и активными. Организатор конкурса «Спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе» уже 11-й год раскрывает таланты молодых мам. Большая часть будущих мам, участвующих в конкурсе, они не имели талантов до беременности. И беременность – это просто замечательный период раскрыть те способности, которые хранятся внутри них, которые, возможно, им было немножечко неудобно, не вовремя. Где-то они стеснялись показать. А в период беременности, благодаря беременности, они оказываются способны намного и готовы просто покорять самые высокие вершины. Покорять вершину решила и Анна Жукова. Причем именно во вторую беременность. Во время первой училась правильно ухаживать за ребенком, а все тонкости материнства узнавала от специалистов центра «Растем вместе». Это был 16-й год. Я была беременна первым ребенком с сыном. Мне сделали предложение участвовать в конкурсе, но я решила отказаться, потому что какая я супермама, если я еще не мама, не знаю, что это такое. И решила, что если я забеременна второй раз, если ПДР будет подходить по срокам, то обязательно к нему участие. Анна не просто приняла участие. Она специально для конкурса пошла учиться в музыкальную школу и игре на фортепиано. Для кулинарного конкурса тоже решила приготовить блюдо, которое впервые попробовала два года назад и ни разу его не готовила. Танцы, изготовление подарков ребенку своими руками, дефиле – многое для этих женщин было в новинку. И они готовы доказать всем, что беременность – это яркое время, полное сюрпризов. И каждая мама – лучшая. Всех желающих поболеть за участниц ждут на праздник материнства 22 ноября в зале Дома культуры Центрального района в 17 часов. Вход свободный. В Сочи отметили Всероссийский день самбо в честь праздника. По всей стране прошли различные детские и взрослые турниры по самообороне без оружия. Сочи не остался в стороне. На курорте состоялась семейная самбониада. Выполняем бег на приморке. Держим мяч. Ладошка раскрыта. Вот так закрывать нельзя. Из таких простых заданий состоит семейная самбониада – уютный турнир для особенных детей, воспитанников секции адаптивного самбо. Соревнования проходят в виде смешанной эстафеты. Пройти испытания детям помогают их родители. Взрослые отмечают, что тренировки в спортивной школе не проходят даром. Во-первых, ребенок стал намного крепче, физически сильнее стал. У меня занимаются два ребенка, они оба практически перестали болеть заболеваниями, простудными. Для здоровья в целом это намного полезно, чем просто не заниматься вообще ничего. Ну и не так много у нас в городе мест, где ребенок с детским церебральным пролечом может вообще заниматься каким-либо видом спорта. Потому что не в каждую секцию его возьмут, даже за деньги. Самбониада, организованная в рамках президентского гранта, проводится не впервые. С каждым разом результаты все лучше. Мы практически несколько раз в год, два или три раза в год проводим вот эти самбониады. И дети развиваются, видно прямо на глазах. Поэтому, тем более, во-первых, у нас существуют еще медицинские работники, которые фиксируют развитие детей. И у каждого ребенка существует журнал, в который достижения каждого ребенка заносится. То есть, например, ребенок не мог раньше приседать, сейчас начинает приседать. Как и полагается, спортсменов наградили медалями и грамотами. Но на таких соревнованиях важна не победа и даже не участие, а нечто большее. На этих соревнованиях нужно показать, что мы смогли за эти годы. Но самое главное, я считаю, лично для меня, это командная работа. То есть, нас расследили по командам, мы показали, что мы можем в командах. Тут по одиночке никто ничего один не сможет. Тут нужна команда работа, командный спорт. Мы тут одна, как семья. Организаторы наградили как детей, так и родителей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Самый вкусный, сочный и с оригинальным маринадом. В Сочи выбрали лучший шашлык. В санатории «Знаний» прошло открытое первенство Юга России по приготовлению этого блюда. Кто принял участие в кулинарном турнире и чей шашлык оказался самым вкусным, расскажет Ольга Десятого. Такой маринад для своего шашлыка приготовила команда из Краснодара. Пока женщины колдовали над мясом, мужчины готовили угли. Участников готовили в кулинарной студии, чтобы маринады были бы разнообразнее, потому что все-таки мы привыкли к такому классике дачной, к луку, перцу. Поэтому, чтобы это все-таки был конкурс, решили чуть-чуть обновить репертуар. В открытом первенстве Юга России по приготовлению шашлыка соревновались 10 команд. Главные условия участники должны быть не младше 55. Ведь кулинарный турнир проходит в санатории «Знания» в рамках декады зрелого возраста. Сюда приехали команды со всей страны. Шашлык – традиционно кавказское блюдо. Наверное, невозможно себе представить город Сочи, курорт, путешествие в Сочи без того, чтобы не отведать классного шашлыка. И поэтому, когда мы предложили на заседании оргкомитета организовать в Сочи день шашлыка, идея была поддержана с большим энтузиазмом. Самый аппетитный шашлык выбирала профессиональная жюри. Оценивали не только вкус мяса. Нужно было правильно организовать рабочее место и соблюдать технику безопасности. А еще важна подача блюда. Оценка совершенно объективная на самом деле. Оценивали по арганолептике, оценивали по тому, как шашлык готовился, как замачивался. Я ходил, смотрел по всем столам, наблюдал. Пока команды жарили мясо, гостей санатория угощали тоже шашлыком и напитками. Развлекали кавказскими танцами. Ну а по итогам турнира победу одержала команда из Алтая. За 70 лет такое волнение. У меня были призы, были первые места. Все было, но такого приза не было. В тройку призеров попали Уфа и Самара. Шутят, доказали, что жарить хороший шашлык умеют не только на Кавказе. Ну а победители в качестве приза получили сертификат на отдых в санатории знания. А это значит, что они обязательно вернутся сюда снова. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.